Пандемия не помеха. Президенты Беларуси и Азербайджана провели переговоры в Баку. Истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно провести вовремя. Мы это и делаем. О чем говорили? Олимпийские звезды. Бобруйские учащиеся завоевали 12 дипломов на республиканских состязаниях по учебным предметам. А если ты любишь что-то, то работа превращается в хобби, и тогда уделять этому время гораздо проще. Кто в числе вундеркиндов? Чемпионы. Команда Бобруйск-Агромаша победила на областном первенстве по мини-футболу. Мы гордимся, мы помогаем нашим ребятам, поддерживаем их в таком хорошем начинании. С кем играли в финале. А также логотип единства, выдвижение депутатов и полевые работы. Аграрии продолжают трудиться на полях, сколько уже засеяли. В Баку прошли переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Встречу провели в дружеской атмосфере. Лидеры двух стран договорились выйти на новую ступень кооперации. Это касается совместных производств, поставки продовольствия, возможных проектов в сфере образования и промышленности. И отдельное внимание уделили поставкам углеводородного сырья. Наверное, наша встреча в какой-то степени прозвучит рефреном на фоне этих всех событий, пандемии и прочее. Но истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно будет провести вовремя. Мы это и делаем. И помешать этому не может ни одна пандемия. У нас очень диверсифицированы наши отношения в плане политики, экономики. И очень правильно. Они абсолютно ничем не тигрщины. Мы никому не мешаем. И нам стараются никто не мешать, потому что, если ты хочешь что-то сделать, то трудно этому помешать. Наши возможности вы знаете. Свидетельством тому является полумиллиардный товарооборот. На сегодняшний день, с точки зрения динамики, это хороший товарооборот. Также в присутствии двух президентов подписаны документы, призванные углубить сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме и энергетике. В частности, одно из соглашений предполагает взаимодействие Белнефтехима и государственной нефтяной компании Азербайджана. Борьба за первенство завершилась. 12 школьников Бобруйска стали победителями заключительного этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам. Ребята привезли не только дипломы, но и похвальные листы. В чем кроется тайна побед в интеллектуальных соревнованиях, узнала Ольга Васенда. В команду интеллектуалов Бобруйска вошел 41 человек. Заключительный этап Республиканской Олимпиады по учебным предметам длился неделю. Одновременно трём гимназиям города получилось увести с собой по одному диплому первой степени. Всего участвовало 12 учебных заведений. Для того, чтобы получить диплом на той же самой Республиканской Олимпиаде, с моей точки зрения, первый ребёнок должен очень хотеть стать профессионалом в своей области. Достичь успеха Илье Штанову помогла усердная работа. В свои 17 он без проблем разбирается в спортивном программировании. Это одна из разновидностей интеллектуальных игр, которая стоит в одном ряду с шахматами или сборкой кубика Рубика на скорость. Потому информатика для него не просто школьный предмет, а уже неотъемлемая часть жизни. В принципе, в информатике я, наверное, класса с шестого. Ну, вот прям сильно-сильно готовиться. Я начал с восьмого класса. А последние два года я, наверное, часов десять в день каждый день работал. Пальму первенства завоевала и Катя Жирко из третьей гимназии. Страсть одиннадцатиклассницы – испанский язык. Помимо иностранного, она любит читать документальную литературу. В планах девочки с большим будущим поступить в лингвистический университет. Я люблю язык. В этом плане, мне кажется, тем, кто учит иностранный язык, повезло больше. Потому что все-таки легче проникнуться, проникнуться культурой, проникнуться страной, проникнуться ее историей и полюбить этот язык. А если ты любишь что-то, то работа превращается в хобби. И тогда уделять этому время гораздо проще. В троицу победителей вошел и девятиклассник гимназии номер два. Раньше юный Менделеев занимался плаванием, но сейчас все время посвящает учебе. Решить задачу по химии может даже с закрытыми глазами. После одиннадцатого мальчик мечтает стать участником международной олимпиады. Химией занимаюсь я с четырех лет. Сначала со мной начал заниматься дедушка. Он в свое время был победителем международной олимпиады по химии. Потом я стал заниматься в нашей гимназии уже с Еленой Владимировной. Чтобы добиться высоких результатов, главное – это трудоцелеустремленность. Здесь нет никаких других рецептов. Я всегда говорю – учить не пробовали. Но все есть один ответ. Кроме первых мест, бобруйские вунтеркинды завоевали дипломы второй и третьей степени по таким предметам, как белорусский язык и литература, химия, география, биология и английский язык. Учащиеся 20-й школы на протяжении многих лет регулярно являются победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. В этом году 20-я школа отправляла двоих учащихся по белорусскому языку и литературе и по географии. В заключительном этапе олимпиады участия приняли 1665 белорусов. Ребята испытывали себя в 16 учебных предметах. Что касается бобруйских гениев, то их сегодняшний успех – это не только награды и престиж, но и вклад в будущее города и даже целой страны. Ольга Васинда, Андрей Богдан, Бобруйск 360. Полевые работы, изменения от Нацбанка и Ямы помним. В стране стартовал молодежный проект «Как принять участие». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусы могут принять участие в открытом конкурсе на лучший символ года народного единства. Это должен быть графически стилизованный образ, отражающий общую концепцию. Конкурсную работу необходимо отправить в электронном виде, в определенном формате и цвете. Все подробности размещены на сайте Министерства информации. Лучший проект станет официальным логотипом года народного единства. Нацбанк повышает ставку рефинансирования. С 21 апреля она составит 8,5%. В регуляторе отметили, что на это решение повлияли ускорившиеся инфляционные процессы, которые обусловлены возросшими логистическими затратами и перебоями в поставках вследствие пандемии. Трудовые коллективы не смогут выдвигать кандидатов в депутаты. Этим правом наделят политические партии. В Беларуси продолжается работа над изменением Конституции. Сегодня обсудили раздел, посвященный избирательному процессу. Помимо политических партий, выдвигать кандидатов в депутаты смогут граждане, как и прежде путем сбора подписей. Посевная кампания идет интенсивными темпами во всех регионах Беларуси. Аграрии трудятся весь световой день. Важно успеть все, пока в почве есть влага. Несмотря на то, что в 2021 темпы отстают от уровня прошлой весны, аграриям все же удается наверстать упущенные недели. На сегодняшний момент более половины площадей уже засеяны. В стране стартовал молодежный проект «Я мы помним». Он приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Акция будет включать в себя и челленджи в социальных сетях, например, в Инстаграм и ТикТок, а также аудиоподкасты, которые позже будут рекомендоваться для использования Министерством образования в школах и других учебных заведениях. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксировано 1166 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 338 801 человек. В Беларуси началась третья волна COVID-19. Как заявили в Министерстве здравоохранения, нет такого сильного роста заболеваемости, как это наблюдалось в ходе двух предыдущих. Подъем постепенно с еженедельным небольшим приростом. Между тем, в ближайшее время в организации здравоохранения поступит вакцина «Спутник Ви», которую разливает предприятие «Беломедпрепараты». Начнется массовая вакцинация населения. Приявиться смогут все желающие. В Могилёве завершился чемпионат области по мини-футболу. Первое место и кубок уезжает в Бавруйск, а «Громаш» завоевал золотые награды. В финале «Громашевцы» встречались с представителями «Хотимска», «Бел» и «Ком». Интрига в матче жила до самой последней минуты. Решающей стала 57-я. Сергей Михалап точным ударом поставил точку в противостоянии. 3-2 в пользу бобручан. И уже сегодня чемпионов поздравили на родном предприятии. Грамоты, подарки, денежные премии. Все для победителей. Мы гордимся, мы помогаем нашим ребятам, поддерживаем их в таком хорошем начинании. Ну и самое важное, что необходимо сказать, что это все-таки парни, которые обычные рабочие, сотрудники заводов, которые основная цель немножечко другая на заводе, да, но в свое свободное от работы время. Они у нас не гуляют по улицам, они у нас занимаются спортом. Еще одна команда с бобруйской пропиской «Белышин Олег Промразвития» завоевала бронзовые награды чемпионата. Истории тех, кто изменил свою жизнь, переехав в многофункциональный комплекс «Минск Ворлд». И новые возможности, которые предлагает крупнейший в стране застройщик. Всего пару дней осталось до окончания акции, по которой с каждого квадрата новой квартиры предлагают скидку в 100 евро в эквиваленте. Как воспользоваться и о перспективах в репортаже. Всего несколько суток осталось, чтобы получить существенную скидку на собственную квартиру в комплексе «Минск Ворлд». До 15 апреля минус 100 евро в эквиваленте за каждый квадрат. Это работает как при 100% оплате своего жилья, так и при беспроцентной рассрочке от застройщика. К примеру, при приобретении квартиры в 40 квадратных метров экономия 4000 евро. И это значительная часть средств, которую можно потратить на ремонт. Доведение своей квартиры до состояния мечты. Мультифункциональность – обязательное условие для современного жилого комплекса. Ведь для жителей мегаполиса просто необходимо иметь на территории своего жилого пространства все компоненты для комфортной жизни. Благодаря собственной инфраструктуре и транспортной доступности здесь понравится жить всем. Семьям с детьми и холостякам, пенсионерам и студентам. Дома сдаются быстрее запланированных сроков. Люди въезжают и делятся впечатлениями. Не хочется ждать, во-первых. Хочется уже заехать в квартиру, сделать ремонт, жить. Поэтому, конечно, вот это самое главное, наверное, было. Ну и дом мне очень понравился, Касабланка. И самое, что для меня важно было, это большие окна. Квартира очень светлая. Поэтому я выбрала этот дом. Это очень важно тоже, что свободная планировка. Тут большое поле для деятельности. Мы обязательно будем с дизайнером общаться. У каждого клиента свои аргументы в пользу приобретения недвижимости в Минску Оруд. Меня очень впечатлил подъезд. Стеклянные двери, лобби. Такое чувство, что ты приходишь не в дом, а заходишь в какой-то красивый офис. Все светлое, чистое. И очень вот это приятно. Это просто потрясающе. Предусмотрен паркинг, небольшой торговый центр. Это тоже очень приятно, что я всегда смогу поставить автомобиль свой. Не буду переживать. 13 этаж. И открывается такая панорама. Очень красивый вид из окна. Мы находимся там недалеко от центра. И город практически весь виден. У меня офис в центре города находится в районе Мускомедии. И то, что квартира находится здесь, тоже довольно-таки удобно будет добираться. Олеся Олексина выбрала наиболее подходящий для нее финансовый инструмент. Я воспользовалась партнерским кредитованием при покупке. Да, очень удобно. Застройщик разрабатывает новые варианты, удобные для покупателей. В том числе и корпоративные программы для организаций и крупных компаний. Это означает особые условия для работников при приобретении жилья в Минск. В списках партнеров сейчас более 200 субъектов хозяйства. Среди них Минский автозавод, предприятие Керамин, Гомельстройматериалы. Корпоративные предложения действуют на все объекты нового комплекса. Многофункциональный комплекс Минск. Это школы и детские сады, игровые и спортивные площадки, поликлиники и медицинские центры, магазины и кафе, а также международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Комплекс возводится по принципу «город в городе», поэтому здесь предусмотрены все нюансы. Возводится с опережением сроков. В этом году жители домов Чарльстон, Гонконг и Москва уже получили ключи от своих квартир, начали ремонты и уже заселяются. Минск Уорлд – это новые стандарты жизни и способ, как помните, изменить жизнь к лучшему. Нужно только захотеть и сделать. Остальное за заказчиком. И помните, чтобы получить существенную скидку, нужно обратиться в офис компании до 15 апреля. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА